всем привет в этом видео мы поговорим о лени как вы думаете лень это хорошо или плохо конечно же плохо скажете вы а что если я вам скажу что лень это хорошо что ленивые люди быстрее добиваются успеха досмотрите это видео до конца и вы узнаете как лениться с пользой инстардинг представляет 8 причин почему ленивые достигают большего если любое бездействие отдаляет вас от успеха а не ведет к нему стоит поучиться как лениться эффективно первая причина ленивые люди ищут легкие пути основатель microsoft билл гейтс говорил я всегда буду искать ленивого человека для работы ведь он найдет много легких и простых путей для решения поставленной задачи действительно такой сотрудник будет искать способ быстрее завершить проект и постарается получить лучший результат с первого раза чтобы не переделывать вторая причина ленивые люди умелые оптимизаторы они не видят смысла в однообразной монотонной работе поэтому они всегда стараются автоматизировать процесс благодаря таким изобретателям веник сменился на пылесос а затем на робота пылесоса и если вы встречаете очередной лайфхак не сомневайтесь его придумал ленивый человек потому что не ленивый сделала бы как положено а не как проще третья причина ленивые люди искусно используют технологии не обязательно изобретать что-то новое чтобы оптимизировать процессы можно использовать готовые разработки ленивые люди регулярно проверяют не появилось ли что-то что сняло бы с них рутинные задачи они в курсе всех технических новинок четвертая причина ленивые люди правильно расставляют приоритеты прежде чем выяснять как что-то сделать ленивые люди спрашивают себя зачем это делать правильная постановка вопроса позволяет не тратить время и силы на второстепенные вещи которые мало влияют на результат в начале 20 века итальянский экономист вильфредо паретто сформулировал закон согласно которому 20 процентов усилий обеспечивают 80 процентов успеха соответственно остальные 80 процентов усилий внесут лишь 20 процентный вклад в дело поэтому гораздо выгоднее приложить минимум усилий но к правильным рычагам пятая причина ленивые люди умеют отдыхать если труд обычного человека похож на марафон то у ленивого это короткие спринты чередующиеся с отдыхом сначала он отдает задачи максимум времени и сил а затем расслабляется в итоге за тот же период времени ленивый человек выполняет столько же дел только из-за постоянной смены занятости он чувствует себя более расслабленным и практически не подвергается стрессу шестая причина ленивые люди лучше видят риски чтобы эффективно выполнять задачи и ничего не переделывать нужно заранее подстелить соломки там где система может нарушиться поэтому ленивый человек заранее видит риски и делает все возможное чтобы их устранить седьмая причина ленивые люди хорошие лидеры ленивый человек не только сам выполняет задачи быстро и эффективно он грамотно распределяет их между людьми работающими над проектом никаких лишних телодвижений и дублирование обязанностей только слаженная работа на результат восьмая причина ленивые люди умны если человек не очень умен он просто не может позволить себе лениться если речь идет не от отпрыски миллиардера конечно но их не так много чтобы включать в статистику в офисе вы должны быть уверены что справитесь с задачами вовремя даже если весь день разглядывали страницы одноклассников в соцсетях ленивому фрилансеру ум нужен еще больше чтобы иметь возможность брать 10 дорогих заказов вместо 100 дешевых поэтому развитый интеллект ключ к успеху если вы хотите делать меньше а получать больше и так давайте подведем итоги лень это хорошо если лениться эффективно проведите с максимальной пользой для вашего ума то время когда вы бездействуете потратьте его на планирование на визуализацию на поиск максимально эффективного решения стив джобс однажды сказал когда мне не хватало денег я садился думать а не бежал зарабатывать спасибо вам за просмотр если понравилось это видео поделитесь им с друзьями подпишитесь на наш канал инстардинг и обязательно поставьте лайк всем пока